Мы поговорим о модных цветах сезона, потом мы поговорим о текущих трендах. И должна вам сказать, что я думаю, что многие из вас будут приятны, потому что мода как никогда разнообразна. Многие обозреватели говорят, что сейчас мода находится на пике своего развития и предлагает абсолютно немыслимое количество вариантов. То есть абсолютно каждый человек в любом возрасте, с любым вкусом может что-то в этой моде найти. Потому что если вы немножко посмотрите назад, примерно до 80-го года мода была очень жесткая. То есть модно было что-то очень определенного стиля, и все должны были носить, если ты не носишь расклешенную юбочку стиля Dior, то ты уже не модная девушка и так далее. Сейчас очень трудно сказать, что модно, что не модно. И разница в ощущениях, она в очень маленьких акцентах наблюдается. То есть та же самая одежда, вот сегодня я вам буду показывать практические комплекты, та же самая одежда может выглядеть очень современно модно и трендово, и тот же самый комплект, чуть-чуть по-другому собранный, может выглядеть очень outdated. Так что надеюсь, что каждый что-нибудь для себя обязательно выберет. Сначала мы поговорим про такие тренды, которые в Калгари, ну не совсем, да. Может быть какие-то кусочки можно из них вытянуть, но они больше такие экстравагантные или не всем подходят. А потом мы поговорим про 7 самых практичных трендах. И я вам потом объясню, на основе чего я считаю, что этот тренд практичнее, чем те, которые непрактичные. На 7 трендах мы остановимся поподробнее, мы немножко посмотрим поподробнее, что это за тренд, как этот тренд предлагается носить, кому он подходит, какие тонкости надо учитывать, там какие-то может быть возрастные или тонкости фигуры или тонкости цветотипа. Потом мы посмотрим на примеры комплектов, будем конкретные магазины, то есть около каждой вещи будет стоять, в каком магазине она сейчас продается и сколько она сейчас стоит. То есть опять же идеи и по ходу дела я буду давать вам очень-очень много всяких лайфхаков или типов, или как хотите секретов маленьких, да, как правильно покупать, на что обращать внимание, чтобы эта покупка была удачной. И надеюсь, сегодня у меня комната на 3 часа, так что я надеюсь, что мы уложимся, все успеем, потому что в прошлый семинар я конец уже гнала просто так, да-да-да-да, как пулемет Максим. Я вообще говорю очень быстро, если кто-то меня потерял или не понял, пожалуйста, прерывайте, спрашивайте, у меня нет с этим никаких проблем. Будет время задать вопросы и в зале, и потом подойти, поговорить со мной лично на любую тему, задать любые вопросы. Меня зовут Рада, я персональный стилист. Я не очень долго персональный стилист, я до этого не персональный стилист, но всю жизнь я очень люблю моду, и всю жизнь я вокруг этих тряпочек. У меня, я родилась в Риге, у меня тетя работала в доме моделей, он назывался Ригас Модос, и он был одним из самых крутых домов моделей в советское время. Мне на самом деле много лет, я родилась в 68-м году, так что да, я советское время застала по всей программе. И, то есть после Зайцева, который был самым знаменитым в те времена, да, я думаю, что Ригас Модос был самый крутой дом моделей. И я просто с этим родилась, да, то есть вокруг меня это все время было. Я была очень-очень худой, практически до третьей беременности я была просто, очень за это переживала, потому что тогда худые девушки были совсем не в моде. И на меня невозможно было купить одежду, даже когда у моей семьи, в общем-то, были ресурсы, но одежду на меня по размеру нельзя было купить нигде, кроме детского мира, а там сами представляете, что в те времена продавалось, да. Поэтому вся одежда моя шита, и я выросла с тем, чтобы придумывать себе наряды, и шить платьица, и выбирать материалы. И это осталось со мной на всю жизнь. И я все время от этого как-то отмахиваюсь и пытаюсь сказать, да, но на этом денег не заработаешь, а тут вот у меня работа, и денежку платят, и вообще все вроде бы хорошо, но оно никуда не уходит из меня. И я решила, что нельзя не осуществить свою мечту, если она до сих пор в моем сердце, она не ушла, и она во мне вот так вот крутится, надо с этим что-то делать. Я сделала, я пошла, я научилась, я закончила уже три школы стилистов, естественно, ремоутли, да, в России, одну в Санкт-Петербурге и две в Москве. Сейчас выпрашиваю мужа деньги на четвертую школу. Хочется все время учиться, мне это все очень интересно. У меня есть блог в Фейсбуке, я думаю, что практически все уже знают о нем, да, это моя бизнес-страница, и в ней я тоже постю материалы, там иногда какие-то типчики, иногда просто картиночки. Я вас туда приглашаю, по-моему, на моей визитке есть адрес, и я верю в чудеса. Значит, какой у нас сегодня формат? Будет очень много фотографий, практически вся, практически здесь в этой презентации практически нет текста, одни картинки, да. Еще больше я буду наговаривать устно, поэтому я предполагаю, что к концу в голове будет очень много всего. Но моя главная цель сегодня – это сделать вам пуш, дать вам идеи, дать вам какие-то, чтобы червяки в голове завелись, да, чтобы направление какие-то захотелось, хотелочки, да, вдохновить. Вот это моя самая главная идея. Второстепенная идея – показать, что мода, она не подвластна ни возрасту, ни бюджету. Потому что очень часто я встречаю девочек, которые говорят, ой, да, мне так хочется, но у меня вообще нет денег, я не могу себе это позволить. Вы можете, вы все равно во что-то одеваетесь, вы все равно тратите деньги на одежду. Просто можно тратить иначе, и не обязательно одевать дизайнеров. Я вам потом вот это все расскажу, да, я понимаю, что сегодня я специально для вас такая красивая, да, и мы первую часть семинара будем говорить про неносибельные тренды. Вот это один из неносибельных в Калгари трендов, я считаю. То есть я так могу выйти на улицу, когда у меня такое настроение, всем тут показать, потому что они меня достали, да. Но в нормальный день я, конечно, не захочу привлекать к себе столько внимания, такого странного, я бы сказала, да. Но есть очень много трендов, которые можно носить, и они не стоят дорого. Их просто, просто надо захотеть. Это моя вторая цель. И, как я сказала, эта презентация придет к вам на почту после семинара. Еще один маленький, маленькое вступление, последнее, и мы начинаем. Это как смотреть на картинки. Вот когда вы листаете модные журналы или смотрите что-то в интернете, вы видите картинки с модных показов. И что-то вам нравится, что-то вам не нравится, но вы абсолютно не представляете, что с этой картинкой делать, как эту картинку применить на себя. Она абсолютно неносибельная для нас, да. Это почему? Потому что вы смотрите на эту картинку как на… в целом, да. Вы примеряете этот полный образ, сделанный дизайнером, на себя. Это неправильно, это непрактично. Это, конечно, можно поиграться, да, но это непрактично. Когда вы смотрите на модные фотографии, вы должны из этой картинки вытаскивать детальки. И потом эти детальки применять в своем гардеробе. Смотреть, какие принты сейчас, да. Какие пошли цвета, какую цветовую гамму предлагает мода, да. Какую используют фактуры и материалы, потому что это тоже меняется от сезона в сезон. В этом году потрясающий, очень модно бархат, в этом году очень модна клетка и так далее, да. Смотреть, какая длина. Например, в этом сезоне практически ушло мини. Будет несколько фотографий с мини, но практически все миди. То есть длина ниже колена или совсем длинная в пол, да. Вот на такие вещи обращать внимание. На форму, на отделку, вот кусочки. А потом это можно все перетягивать в жизнь вполне и создавать из этого вполне-вполне практичные комплекты. То есть когда мы будем смотреть на картинки, мы смотрим на детали. Итак, начинаем с цветов, да, с цветовой палитры. Это институт Пантон, американский институт, который занимается исследованиями в области цвета. И два раза в год, на зиму и осень, на лето и весну, они выпускают палитру самых трендовых цветов сезона. Как видите, в этом году, для этого сезона цвета очень-очень интересные, очень элегантные, очень красивые. С одной стороны, есть и сочные цвета, типа горчицы, да, типа красного, красного, красной авроры. А с другой стороны, очень много интересных, приглушенных цветов, чисто осенних, терракота, да, ну, горчица тоже очень осенний. Фуксия вернулась к нам. Причем она вернулась не в таком совсем очень едком, а в очень ярком, красивом цвете. Мы сейчас посмотрим побольше картинок, увидим. А есть очень много таких вот элегантных, приглушенных цветов, ни туда, ни сюда. Они очень-очень sophisticated, да, очень элегантные, очень красивые цвета, которые смотрятся красиво, особенно на девушках славянского типа, да. Потому что обычно мы не яркие, мы не очень контрастные, мы обычно холодные. И вот эти вот три верхних цвета, это просто сказка, как красиво смотрится на холодных славянских девушках. Что еще интересно для этой палитры, это то, что все цвета прекрасно комбинируются между собой. То есть любые комбинации цветов из этой палитры будут смотреться очень-очень гармонично. То есть вы можете абсолютно не сомневаться, когда вы миксуете цвета из этой палитры. Даже если вам сейчас кажется, что они абсолютно несовместимы, поверьте мне, они очень хорошо смотрятся вместе, очень интересно. И давайте теперь каждый цвет посмотрим немножко поподробнее. Вот нам первый цвет, это Riverside. Это очень интересный синий. Как видите, не кобальт, да, не ярко-ярко синий, не неви, не темно-темно синий цвет, а очень такой интересный, припудренный, глубокий синий цвет. Посмотрите, как красиво он смотрится. Он не такой мрачный, как черный. С другой стороны, он достаточно спокойный и элегантный, даже для делового костюма или для более строгого, для вечернего платья. То есть он очень, этот цвет очень-очень версатильный, но я, бог меня убей, я не знаю, как сказать версатильный по-русски. Это что будет, вот когда он разнообразный. Спасибо большое. Он очень разнообразный. Его можно и в пир, и в мир, и в добрые люди. Я очень советую к этому цвету присмотреться, потому что даже если он потом уйдет, он может остаться. Он может остаться с вами навсегда. Следующий цвет, это Airy Blue или светло-голубой. Очень много его было на подиуме, из него делали и шубки, и платьишки, и аксессуары, и туфельки. Красивый, холодный, спокойный цвет. Вот у нас Олеся сидит как раз в Airy Blue. Посмотрите, как блондинкам в Airy Blue хорошо. Все посмотрели на Олесю. Но этот цвет, этот цвет, долго о нем говорить не надо. Он хорошо и летом, и зимой, очень освежает лицо, особенно холодным девушкам. Следующий цвет у нас Sharskin, то есть акулья кожа. Это серый, это серый с голубизной немножко. Если вы представите акулу, она такая, чуть-чуть с блеском, чуть-чуть в голубизну уходит. Серый такой, достаточно глубокий серый. Посмотрите, как он хорошо смотрится. Он нейтральный, он сочетается абсолютно со всем. Вот в первой картинке его сочли с голубеньким, в последней картинке его сочли с винным. И там, и там он смотрится очень-очень гармонично, очень красиво. И даже тотал серый смотрится классно. То есть тоже очень хороший, очень разнообразный цвет, который можно использовать, который можно носить и сейчас, и потом, и всегда. По-триклей, или по-нашему терракотовый цвет, этот цвет очень сильный, очень сочный, очень осенний. Он хорошо теплым девушкам. Вот если вы посмотрите, вот эти вот две картинки, они девушки чуть-чуть расширжинкой, да? И поэтому им этот цвет очень хорошо. Вот вы посмотрите на левую девушку, а левая девушка холодная, такого славянского типа. И дизайнер об этом знал. Он положил около ее лица воротник черный, да? Для того, чтобы эту терракоту от лица убрать. Потому что если бы такой девушке поставили терракоту к лицу, она бы получилась вся синяя. Очень бледная и такая, ну нехорошо бы ей было, кожа бы смотрелась очень нехорошо, да? То есть об этом надо думать. Я предполагаю, если вы не вот ярко выраженная рыжая девушка, которая знает, что терракота это ее цвет, всем остальным, кто хочет носить этот цвет, потому что цвет богатый, цвет очень теплый, зимой в нем очень уютно, чисто с точки зрения цвета, я бы его предложила вам носить внизу, да? То есть как нижний комплект, как брюки, как юбку, что-то такое, от лица его убрать. Ну вот он, вот он. Они его назвали badacious, что значит смелый, провокативный. Это наша фуксия, она вернулась. В основном она вернулась в таких нарядных комплектах, да? С ней, конечно, нужно осторожно, она вырви глаз безумная, но кто любит, то можно. Он вообще-то цвет, который тоже сочетается с очень многими цветами и может быть очень интересен. Кому нравится цвет, но он не хочет весь быть таким ярко-розовым, можно эти цвета использовать в аксессуарах, да? То есть сумка, туфли, когда комплект, например, серый, как sharkskin, и только вот такого цвета лодочки или балетки, это будет очень-очень стильно, классный такой будет, классный перчик в комплекте. Ну, следующий цвет элегантнейший и на все времена. Это топ, это серо-буро-малиновый, как я его называю. Это очень сложный цвет, в нем есть серый, в нем есть бежевый, он может быть темнее или светлее. Он ужасно уютный, очень такой, вызывает такое доверие, очень так хочется сразу человека, который так одет, потрогать. Он, знаете, он такой, весь такой хороший, с другой стороны, этот цвет страшно элегантный. Вот если вы хотите выглядеть дорого, вы можете купить достаточно дешевую вещь такого цвета, она всегда будет смотреться дороже, чем она есть, да? То есть это цвет, который, он вызывает у нас чувство лакшери, да? То есть чувство роскоши, а цвет очень-очень роскошный, спокойный абсолютно, сочетается абсолютно со всем. Но он очень элегантный, роскошный цвет, советую к нему присмотреться. У него очень много оттенков, вот девушка здесь, она вся в топ, но она вся чуть-чуть разных оттенков, чуть потемнее для зимы, чуть посветлее для лета. Он комбинируется абсолютно потрясающе с черным, очень красиво выглядит с белым, с золотым. То есть здесь комбинации на самом деле очень-очень много красивых, которые можно с этим комплектом придумать. Ну и классические пальто, естественно, это они. Следующий цвет это Dusty Seder. Я не знаю, почему они его назвали кедром, потому что мне он кедр не напоминает. И картинки здесь такие, я бы сказала, что самое близкое к тому, к настоящему цвету, это картинка в центре. Потому что та слишком красная, этот слишком бордо. Но вот цвет он примерно такой, да, то есть это как бы вот вроде как тот же самый винный, который был уже моден очень много сезонов, но чуть-чуть приглушенный. То есть в этот цвет добавили серого. И он стал такой, ну грязноватый, дает плохую ассоциацию с цветом, потому что цвет он не грязный, он просто именно приглушенный, он не яркий. И это очень-очень-очень красиво тоже элегантно смотрится. Я считаю, что вот такой цвет смотрится немножко элегантнее, чем такой, но это дело вкуса опять же, да, и дело опять же вашей контрастности. Потому что если у вас внешность контрастная, да, ну вот вы контрастная, да, у вас большой контраст между белой кожей и яркой прической. Вы, Таня, тоже контрастная, да, потому что темные волосы и светлая кожа, да, а вот вы, например, вы очень неконтрастная, да, у вас нет большого контраста между кожей. И это не хорошо и не плохо, это просто признаки внешности, да, которые надо учитывать, когда вы выбираете цвет. Если вы оденете вот такое пальто, оно вас съест. Вас не будет видно вообще, будет видно только вот это вот яркое, очень-очень яркое пальто. Если вы оденете вот такое пальто, оно будет вам намного больше к лицу, будет видно вас по-прежнему, извините, что я на личности перехожу. Просто мне иногда хочется объяснить, чтобы было всем понятно, да, так что я буду иногда кое-кого-то тут выдергивать. Да, то есть вот это мы тоже учитываем. Поэтому я так хвалила палитру этого года, что она практически вся не слишком яркая. Она, ее, с ней можно играть намного большему количеству женщин, особенно если мы говорим про славянский, славянский тип. Зелененький, такой травяной, глубокий, достаточно яркий зеленый. Ну это для смелых, да, потому что мало кто решится. Вот я вижу Машенька в зеленом, правда не в таком ярком, да, но зеленый редко кто любит. Я не знаю, почему у нас так сложилось, то ли культурно какие-то есть у нас предпосылки. Я на самом деле над этим не задумалась, но это, кстати, интересная тема задуматься. Почему мы очень редко носим зеленый, потому что на самом деле зеленый классный цвет, красивый. Он может подойти многим, просто надо найти свой оттенок. Качество зеленого в том, что зеленый пока находится напротив красного. Если вы знаете о теории цвета, то контрастные цвета, которые находятся друг против друга, они имеют свойство усиливать друг друга и вытаскивать из друг друга еще больше красноты. То есть о чем это говорит? Что если вы оденете зеленое платье, то если у вас кожа хотя бы чуть-чуть имеет розового пигмента, этот пигмент красный выступит еще больше, да? То есть зеленое платье сделает ваше лицо более розовым. Если оно розовое, то вы можете быть очень розовое, да? А если у вас кожа слоновая, слоновой кости, да? Кожа слоновая, ужас. А если у вас цвет кожи слоновой кости, да, и такой беш, то вам зеленое платье не повредит. То есть здесь нужно смотреть действительно, что цвет делает. А кроме того, всегда, конечно, есть трюки, да, повязать здесь шарфик. То есть как только вы убираете цвет от лица, это все, все эти законы пропадают. Вы на самом деле можете носить абсолютно любой цвет. Просто нужно понимать, что каждый цвет делает вашей коже, ваше лицо, и пользоваться этим. Потому что когда вы хотите быть бледнее, можно одеть что-то такое, чтобы вдруг вышла такая аристократическая бледность лица. Хотите быть контрастнее, другой цвет. То есть это все, на самом деле ничего в этом нет, это формулы, это несложно. Вот мы добрались до горчицы. Она такая яркая очень, такая вырвиглась горчица, да. Ну, сами видите, да, она, по-моему, ни одной из этих девушек не идет, да. То есть цвет очень сложный, он классный, он красивый, он такой теплый, да, он спайси. Но вот ту девушку вообще, даже не знаю, просто, то есть, ну, видимо, была такая цель, да, такого показа, чтобы они ходили как привидение. Но она просто похожа на привидение, настолько горчица ее съела. Но при этом я вам покажу комплект с горчицей, которая тоже внизу, да. Я себе горчичную юбочку купила в этом году, потому что считаю, что зимой очень хочется чего-то такого яркого и чуть-чуть такого, чтобы глаз цеплялся, а то мы все серые и темные и прячемся. Ну, и последний цвет, это ярко-ярко-красный, как они его назвали, аурора-ред, алый. Он был и в вечерней группе, и в костюмах, и в блузках, и в туфлях, везде. Ну, про красный говорить нечего. Красный, красный, нужный цвет. Он, конечно, очень яркий, очень притягивающее внимание. Это цвет силы, это цвет секса, с ним надо быть осторожны. И у каждого, конечно же, свой красный, да. Опять же, говоря о коже и о цветотипе, обратите внимание, здесь я хотела вам показать интересное цветовое сочетание, нестандартное, когда мы берем цвета, которые стоят близко к друг другу, похожие, да. Потому что по ассоциации, я вам скажу, у вас есть красная блузка, с чем бы вы ее, с каким бы цветом вы ее скомбинировали. И первое, что нам приходит на у, это достаточно стандартно. Черный, правда, может быть синий, это уже намного более интересный, такой продвинутый вариант, белый летом, да, серый, прекрасно. Я бы тоже пошла с серым, а не с черным, потому что серый с черным слишком сильный контраст. Слишком вызывающий, опять же, это не то, что я хочу сказать, но это очень-очень сильный контраст. Если у вас есть цель создать такое впечатление, вперед, да, а если такой цели нет, то это, на мой взгляд, самое слишком такое вычурное, такое испанское надуманное сочетание. Посмотрите, как интересно смотрится сочетание цветов, когда цвета близкие друг к другу, да, то есть и тот, и другой имеют в себе красный. Один такой розовато-красный, а другой алло-красный. Смотрится очень интересно, смотрится очень sophisticated, очень-очень привлекает внимание. Продолжение следует...